Эх, котёнки мои Я снова домой Эй, берёзовый лес Эх, да синь моя небес Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля Это было несколько лет назад Я возвращался с действительной службы Чего же хорошо и приятно мне было шагать по родным местам И всё узнавать Сейчас за поворотом будет тёплый колодец Вот он, тёплый колодец, пожалуйста Попьём настоящей ключевой водички Опёнковцы всегда пьют из тёплого колодца, когда в деревню возвращаются Не водопроводно Тёплый Губы свело Глотка застыла Зубы ноют Почему тёплый? Потому что кипит Или потому что зимой не замерзает Точно, потому его тёплым и прозвали, что он в самый лютый мороз не замерзает Засветлелось Сейчас на большую дорогу выйдем А тут и за опёнков рукой подать А вот и родные мои опёнки В армии мне довелось повидать мир И я знал, что есть множество мест лучших Но я люблю свою деревню И я рад был её видеть такой же И на старом месте Показалось, что никаких перемен в опёнках не произошло Но я ошибался Это ещё что за дворец тут такой у нас объявился? Ну и ну Ничего себе наши дворецы отгрохали Вот те она А почему же скотина не на пастбище? Да где же все люди-то? Да яркий скотница Ага, сейчас узнаем Бабка Матрёна! Бабка Матрёна! Бабка Матрёна! Ильян Деннончик, батюшка, и запрет Престольный наш праздник А в Ильян-педенеж можно работать Бабка Матрёна! 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 В престольные праздники бывает видно Как велика в опёнках тяга к искусству Конечно из всех наших певцов и музыкантов Можно было бы организовать неплохой хор И ансамбль народных инструментов Да некому Оказывается и негде Вот в армию уходил был у нас при колхозе свой клуб Ну? Субтитры создавал DimaTorzok Говорят, что колесо истории невозможно повернуть вспять Наверное, так оно и есть Но тогда у истории, кроме большого главного колеса, должны быть еще и маленькие колесики И эти-то маленькие колесики до поры до времени можно вертеть и туда, и сюда Вот, видите, повернулось маленькое колесико, и появился в оконках красавец-батюшка Отец Михаил Субтитры создавал DimaTorzok Отец Михаил Так встретили меня опенки, когда я из армии вернулся Именно тогда и случилась история, которую я хочу рассказать К моему приезду эта история уже началась, но я не подозревал этого Меня занимали совсем другие вещи Вот, за что я люблю свои опенки, так за это самое бревно Я еще в армию уходил, оно здесь лежало, и с него все падали Хотели положить еще рядом два бревна и прибить поручни Я из армии вернулся, бревно лежит, и с него по-прежнему все падают Только я сегодня не упаду, это уж будьте спокойны Лучом румяного заката твой стан, как лентой обовью Было у нас одно место Вот если она сейчас там и ждет меня Ну или я приду и подожду ее Впрочем, ладно, посмотрим Разрешите хотя бы помолчать вместе с вами? Вместе, может, и не получится А рядом, пожалуйста Ну, раз мы вместе, то хоть рядом Это место занято, сядься подальше Зачем же подальше? Уж лучше я с другой стороны Пойдем погуляем С Полей мы не знакомились Мы вместе выросли Когда я уходил в армию, Поля провожала меня И мы с ней поцеловались Я часто представлял себе, как мы встречаемся снова Во сне не раз видел И Поля, оказывается, тоже думала о нашей встрече Но ей встреча рисовалась Ну, как бы вам сказать Не в виде собрания, а в виде небольшого совещания На этом совещании на мосту выяснилось Что мы поступили совершенно беспринципно Когда поцеловались три года назад Мы были еще молоды И не отдавали отчетов своих поступков И уж тем более Мы поступим беспринципно Если чего доброго Поцелуемся теперь Ведь уходил в армию и я А вернулся из армии Может быть, совсем не я А другой человек Но зачем это я рассказываю? Я ведь начал другую историю, знаменитую Они в газетах писали Может быть, вы не читали? Ну, тогда я начну с самого начала А для этого нам придется вернуться Немного назад Однажды бабка Матрена Пошла за грибами И заблудилась Она знала, что кружит Где-то совсем недалеко от деревни Знала даже, что плутает Вокруг Кикишкина врага Но вот где она Тропинка к дому Словно сквозь землю провалилась Матрёне очень хорошо было известно Что и гагашка Кикишка И прочая лесная нечисть Давно облюбовали Кикишкин враг Для своего жительства Нечисть это любила Позабавиться над православным человеком Поводить его Чёрт-чёрт Поиграй до назад И отдай Мог тут явиться Где-нибудь на поляне И бородатый С лукошком Позабавиться над православным человеком Позабавиться над православным человеком Так я пойду За тобой Дожидайся Теперьшние молодые Которые в Бога не веруют И чёрта не боятся Могли бы увязаться за бородатым Авось выведет на дорогу Видать бывалый человек Но Матрёна-то знала Что бородатый заведет В самую непроходимую чищубу И пропадёт А из чищубы Начнёт Курлыкать на разные голоса Хлопать крыльями И стучать по земле Копытом Эй Изведи Изведи говорю Не чистый А тот Перекрещу Я и Бог Теперь по всем правилам Бородатый должен был исчезнуть Но Курлыкать на разные голоса Позарастали Одна ты Матрюшка Дурой была Дурой осталась Кто ж ты будешь-то Добрый человек А ты посмотри на меня Да признай Как же это я тебе признаю Когда я не знаю Кто ты будешь-то Старец Не слепая Ты уже старец Звать-то тебя как Все мы Братья и сёстры Во Христе Зови меня Братцем-сестрицем Продолжение следует... Вот я Приспособила От автомобиля Сиденья От колхозной Наш Трёхтонких Фролок Выкинул А я Приспособила Вот А теперь мягко Одним словом Как царица Жил Ем сладко И Сплю Мягко Говорит Москва Так и живешь Сиротой Какой Сиротой Внук у меня Володя В Москве Проживает Была я у него лет Ребятеночка Повидала Вонятку Правым Значит Начитанный Такой Мальчик Страсти С ним Поговоришь Ума Наберешься Учится Как же Мучиться В детском садике Вот и жила бы В Москве С пареньком Будь нянчилась Как бы я с ним Нянчилась Когда он В садике Так взяли бы И садик Раз Пробавка Дома Не я Забирать Ребенка Из коллектива А про бабки Что ж И не коллектив Теперь Сын выненчил В Вальном Сфаге На печке До нашего Семимесячного Родился Это я была Коллектив Внука Выходила Тоже была Коллектив А теперь Значит Не коллектив Может Бог Давно К себе Позвал Звольны Хвором Был Алексей Домой Царты Да Уж Здоровый На одной Ножке Не стал Через все Опенки За пол Литра Скакать Вот как появился В опенках Филин А откуда он взялся Матрена Спросить не решалась Хотя поселился Он в качестве Квартиранта У самой Матрены Эй Пятница Тихвинская Зимний И летний Егорий Петров День Ильин День Троица Правильно Троица Рол Спас А два дня Николы Правильно Правильно Два дня Николы Летний Зимний Успение Покров Вознесение Правильно 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 Вот и прочие Другие религиозные Праздники Влетели нам Дорогие Товарищи Возники В такую Копеечку Я подсчитал Как переживать Да бы вот сразу Видно Ребята в нужде Рослина Федюшка Ну не расстраивайся Не убивайся Ну а штрафуйте Нас дураков Насколько надо Делать концу Да как же так Сразу и штрафовать Надо бы Выговор сначала сделать Да мы уже Сами себя штрафовали За одну пасху Не вывезли На поля навоза 960 вазов А если все праздники Подсчитать На навоз Это какая гора Навоза получится Космекали помир Ты века С навозом Придошел Общих успех А ты вот им Про Бога расскажи Что про Бога А вот они Божественные праздники Не работают Вот ты им и доложи Есть он Бог-то Или нету Его Нету Совсем нету Научно и по-русски Заявляю Бога нет По-русски нет А может Мухаммед Какой-нибудь И Мухаммеда Нету Правильно Никакого Бога Нету А что же ты Свою старуху Не сагитируешь Она у тебя Все в церкву Бегает Я ее Тридцать лет Пропагандирую Правильно Смотрите Товарищи Сами Сейчас так называемые Святые чудеса Разоблачу Держи Держи Да не бойся Ну что ты Становись сюда Ты брось курить Взорвешься Так Внимание Товарищи А как же ты на тет Смотреть Внимание Внимание Раз Два Три Так Огонь Вышло Видали Сюда Бесьмена Называются Ну теперь Товарищи Смотрите Свечки Сами Зальгутся Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Так Не вышло Ничего Товарищи Ничего Внимание Сейчас я из простой воды Вам целый стакан крови Наделаю Так что бывает Знаешь Вот яичню В шляпе жарят Да Да И рыбок Достают живых Из уха Тоже Это значит фокус Внимание Продевайте Раз А в общем Товарищи Это все Так и не чудо И никаких чудес Нету Фосфор Сероуглерод И кислород Которым дышим Одним словом Химия Химия Коксм А там Там Мехимия Там Чудеса Короче говоря Церковных праздников Повправлять не надо И в церковь ходить Тоже незачем Смешно об этом Говорит Когда стрелка и белка Уже в космосе Побывали Честные слова Ну А теперь Танцы Вот и ученые люди Разъясняют Нет Отвернулся Господь В лачуге Укрылся Спаситель Наш Сладчайший Товарищ Колбой Держите Чемоданчик Какой Чемоданчик Сами что Ну да Ну Пойдите С набор С антирегиозными Комикалиями Куда Рандевал Да Пошутил Меня ли У него Высчитали Да Пропал Чемоданчик Вот оно Чудо А чемоданчик Между тем Впрочем О чемоданчике Я узнал Потом Рано еще О чемоданчике Иные Думают Что атеистическая Пропаганда Плохо Доходит До сознания Людей У нас После лекции Почему плачет Икона Народу В церковь Стало ходить Гораздо Меньше Я свидетель И даже Хор В опенках Наконец Организовался Хор У него Кроме нас Было еще Одиннадцать Деревень Он мотался На своем Газике День и ночь Спать Человеку Было Некогда 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 Заниматься Уборка На носу Колхоз На первое место В районе Выходит А старушки Пусть забавляются Тем более Церковь Отделена Государство Егор Иванович А как же Скажи Об этом Федьке Как-никак Он у нас Бригадир Старушки Его уважают Вот ты ему И сигнализируй Ты понимаешь Какое дело Ты Библию читала Надо Библию Надо читать Давай еще Ну конечно Не только В этом дело Если бы Например Бабка Матрена Комсомолка была Мы бы с ней По комсомольской Линии поговорили А так Так это дело Тонкое Будем ждать Когда ты Библию Прочитаешь Да? Так журнал Наукорелигии имеется Может туда напишем Неужто Темноты Испугалась Не пришла Не пришла Кикишкину Врагу А ведь Позвала Позвала Что говоришь Брать С него Молодые годы Вспомни Вспомни Как завтра Взвал Вся бы Жизнь твоя Вся судьба Другой бы была Харлигом был Для других А тебя? Ты целовала Нет Вы ее Ож Матвешка Целовала Никто Этого Знать Не может Книгу Жизни Лиц Иным Дано Прочитать Лев Теперь мне делать Нужно После твоих Слов Каких Слов Сестрица Ну вот Что к Ваське Тебе не пришла Тогда Как он У вас Сестрица Иной раз Сестрица Ангели Моими устами Вещай Хромая Агафья Образцовая прихожанка Гордость отца Михаила И слуга Домработница Извините Домработница Христос истинный Бог Наш молитвами Пречистой Своей Матери Силой честнага Животворящего Христа Святых славных И всех хвальных Апостолов Живосвятых отца Нашего Николая Архиепископа Мерликийских Чудотворца И живосвятых отца Нашего святителя Анны Архиепископа Константина Града Златоустого Святых и праведных Бога Отец И Аким И Анна И всех святых Помилует И спасет нас Яков Благ И человека Любит Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй И православных Христиан Имею ввиду Слух Распространяемый Так называемым Старцем Слух Насчет Якобы Чуда Исчезновения Чемоданчика С реактивными Для производства Химических Обыдов Нет Не чудо Это Да и зачем Спрашивается Господу Богу нашему Было совершать Подобные Странные Чуды Знак Подает Господь Какой Знак Знак Какой Какой же Знак Ямал вас Смотрите У меня Суеверие Дорогие мои Суеверие А нам Надо бороться С суеверием Бороться С верой В гаданиях На карту Солдовство Знаторство С различными Заблуждениями Ну например Среди старушек Бытует поверь Что будто бы Гром от того Бывает Что по небу На колеснице Разъезжает Кто Илья Пророк Ни вне Дорогие мои Ни в сочинении Ни в писании Откровении Святотических Не говорится О Боге Отчего же Гром Ты гремишь От электричества Правильно Дорогие мои От электрических Разрядов Подмосковья Так ведь Электричество Вот недавно Провели А гром Всегда гремит Видите ли Дорогие мои По Несказанной Милости Божьей Современная Наука Достаточно Ясна И четко Это член Не храм Божий А училище Скоро Физкультурой Станут заниматься Ноги выше Главы Поднимай Богохульница Если б Христа повесили Веревки Поклоняли И в Адонках Началась Война Война идей Поэтому кровь не лилась Но попорчено крови Было немало Дьявол идет Сатана идет Ну и Юда Ну что ты Венчатый Вытрешкал Бестыжие они у тебя Не боюсь я тебя Не боюсь Бога Бога Сатане продал Дур Соворощаешь А меня не своротишь Я С Богом И Бог Со мной Тьфу 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 На тебе Ангела Пожалей Сестрица Ангела Что С крещения Приставлен к тебе И постоянно По правую руку Ходит за тобой Плачет Плачет Горькими слезами Заливается А Беста Беста Как радуется Аж трясется Весь от смеха Удалось ему Твоими устами Мерзкие слова Сказать Вон он Вон По левую По левую сторону Да Да Язык Вон Позади тебя Слюнявый Высунул А ты Плюнь В Бельмота Плюнь Три раза Плюнь И когда он Будет Утираться Ты Сделай Доброе дело Попроси У Господа Прощения Ну Порадуй Ты ангела Своего Порадуй Не пущает Беста Это Нелегко Отдались А светить Есть Можешь И коробочку Вертолз Вертолз Палант Здесь Где-то Архипа Лыков Пошел Тот Бывало На ложках Пофигировал Откуда Ты знаешь А я Милый Все знаю Все знаю Я знаю И про Чемоданчик Какой еще Чемоданчик Не знаю Я никакой Чемоданчик Не брал Я его Не я Этот Не я Я знаю Не ты А Бог Твоими руками Вот и выходит Отрак Что ты Богу Угодный Человек Ты приходи К нам У нас Хорошо Весело Песни Поем Где Где мысль Мудрей И Крашен Вот Умер За Людей Начальник Жизни Нашей Господь Господь И Распят Распят Иисуса И Больше Ничего Распят Распят Иисуса И Больше Ничего Теперь Братья Сестрицы Давайте Позицируем Спросить Хотела я у тебя Братья Спрашивай Сестрица Спрашивай Вот у меня Золовка из Москвы Приехала Привезла От того сего Колбаски Ковченые Ветчинки Нанасов Это шишки Заморские Так вот Можно ли их Вкушать-то Расхватывалась Бессовестная Но у меня Золовка-то Какая И не стыдно Хватываться Нанасы Лопаю Конец Света Всякую Минуту Случиться Может Так что Колбасы Ветчины И Нанасов Кушать нельзя Съела Нанасики Вот себе У меня Задо Что У богатства Я Кто живет В Москве Да и то я Не хвастаюсь А то я Батюшки Росхватываюсь А мои Так богато Живут Что почитай Сами дома Ничего не делают Нужно им пол Поднести Так не веником А дуделкой В откнутый Она И пошла А мои Эти белье Сами не стирают А все машиной А я Со своими Внуками На легковушке Разгуливал А я В метре На ползучей Лестнице Катался А у меня Уродят Хлодильник Что не купят Хлодильник И погреба Не надо И мои Тут эти не поют И не пляж Сами Вечерком Теряются Ложавшие ручки Марси Господом Богом, останутся для жизни вечной и райской, для блаженства неслыханного и невиданного. За все обиды, за все мыторства будут нам награды братья и сестра. Ты, земля, и в землю снова подойдешь, о человек, и свершается то слово над людьми извекает. Здравствуйте, матушка Клава, здравствуйте. Агаша, вы, наверное, хотите, чтобы я ничего не делала, чтобы я умерла в бунте. Господь твоим отскушайте на здоровье. Так зачем же вы это делаете? Чего? Ну, я же вам тысячу раз объясняла, что в чистой кренке нельзя лазить грязными руками. Нельзя, матушка. Ну, зачем вы? Чего? Что чего? Не знаю. Что, не знаете, что в них молоко наливают? Молоко, матушка. Не знаете, что я обрезгливая? Виновата, матушка. Так вот водите, вымойте их еще раз и выживьте в печке. Слушай, матушка. И руки тоже. И руки в печке. Нет, вымойте их с мылом. Слушай, матушка. В тот вечер все было так, как бывает вечером в деревне. Пригнали стадо, и в опенках запахло пылью, горькой полыньей и парным молоком. Как всегда, корова проськи бабковой отстала и гуляла сейчас где-нибудь в колхозном клевере. А это... Спутник летит! Спутник летит! Спутник летит! Спутник горит! Спутник горит! Спутник горит! Да не скотник горит, бабка Матрелла. Спутник летит. Вот ты. Прости вас, царица небесная, душу мою грешную. А как же Бог, батя, вразумляет-то Господь безбожников, а? А, чтобы неверы не умножали греха своего. Повторяю, что, мол, Господь не мог создать звезды. Мудрено, что? Ну, как же, если вы неверы сумели создать и забросить в небеса звездочку сию, то что же я-то могу всемогущий, как бы говорит Господь Бог? Заходите ко мне, поговорим обо всем. Мы же в кино собирались. Да. Все равно выгнанчай, спутник-то летит. Спутник, он железный. Да, железный. Летает. О, Господи. Вокруг летает. И наматывает. Грех-то какой. Как наматает. Конец. Ой. Что же получается, батя? Последних старушек у тебя, Филин Гереманил. Послушайте, вы верите в скорое пришествие? Вы адвентист? Нет, уважаемый. Евангелист? Нет, уважаемый. Староверт? Молоканин? Хлыст? Пятидесятник? И яговист? Ай да, батя, вон шпарит, а? Духобор. Я божий человек. Божий человек. Послушайте, кто-нибудь, вы же все-таки должны быть, правда? Прыгун, Чириковец, Ионид. Надо же знать, кто вы, когда отрекаешься от истинной православной церкви Христовой. Ну, а ежели сам Христос от вашей православной церкви-то отрекся, как отрекся он от восьми адских храмов? Да, да, да. Парит в родных храмов. Здесь они говорятся не о восьми, а о семи малайзийских церквах, от которых отвернулся Господь. От куполов, оцинкованных, вроде бабьего корыта, отрекся Господь-то. Либо пока он был с вами, златом горели куполата. А теперь тошно стало Господу в храмах-то ваших на театр похожих, и плюнул он на них. Не богохульствуйте, не богохульствуйте, невежественный старик. Электричество в храмах провели, архиереи-то ваши на автомобилях катаются, телевизоры смотрят и думают не о Христе Иисусе, а о хлебе Кусе, да еще с маслом. Да и ты тоже, ну какой ты нам, батюшка, ты нам во внуки пляшешься, а вечерами-то, что ты делаешь с матушкой-то, окна завесившей, пляшешь под музыку, вот вас и дергают за ноги и за руки бесы. Песы прокляну, да и матушка твоя, да какая она матушка-то, а, ох, купается в речке, а потом горенькая на песочке возле рыб, а ребятишки-то деревенские, из-за кустов на нее любуются. Моя церковь, да будет отлучен и проклят! Был бы Господь с тобою, внучек, земля-то меня поглотила бы в сей же момент она не поглотила. Накалпать? Не могу больше, уезжаю! Веди себя достойно. В солнечные ванны принимаешь? В штанах фигуряешь? Тихо! Идиотка, народ услышит! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова К.Паркова Пух летает вдоль умытых мостов. Как мастерый дурак. Может, есть российские страны, Может, лучше есть житье. Я настаивать не стану, Видно, каждому свое. Манька, 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 манька! В ту ночь корова Фруськи Бабковой Так и не пришла домой. Фруська искала ее в лесу, А из лесу она прибежала в панике И кричала, что в Кикишкином браге Огонь горит, и пляшут под музыку черти. И хотя над Фруськой все смеялись, Мы с Полей решили посмотреть, Кто это там пляшет под музыку ночью. Вот так! Баб, знакомые все лица. Заходите на огонек православный. Вы уж простите, что я вас в Кикишкином враге принимаю. Домой-то вы ко мне стеснялись зайти. Дина, пару стаканчиков. А мы думали, здесь Кикишка с Агагашкой пляж. Правда, видно, что вы в церковь не ходите. Батюшка уже давно всем объяснил, что это предрассудки. Ну, здесь привыкните. Армянский, три звездочки. На юбилейне-то в вашем приходе, не побоюсь этого слова, не заработаешь. Ну, старик, выпьем. За что? Вы с какого года? Тридцать седьмого. Почти ровесник. Могли бы в одной школе учиться и даже быть друзьями детства. Выпьем за детство. Ну, счастливый детство. За детство можно. И вон и все вышли. А теперь давайте спорить. О чем? О Боге. Бога нет. Бог есть. Да нет Бога. Бог есть. Бог есть любовь. Давайте выпьем. Ну, все, понимаешь. Мне не надо. Вы что, не хотите со мной выпить? Ну, как же так? Молодой специалист дезертирует с трудового фронта. Разве за это не стоит выпить? В данном случае, пожалуй, стоит. Что значит, в данном случае? Я слышал, что вы тоже, так сказать, покидаете родные пенаты. Я учиться еду. А, ученик света, не ученик... Темнота. Ух ты. Все понимает. За науку. На передовую науку. Ну, так что же? Мне не надо. Ну, как хотите, а я выпью. А после института вы, конечно, в опенки не вернётесь. Ну, и правильно. В этой несчастной дыре невозможно же жить. Что, слушайте, тут даже петухи всю ночь горланят. Спать невозможно. А в литературе написано, что они только три раза должны петь. Правда? Ну, нам пора. Спасибо за угощение. Да же вы, Саша. Что же вы людей-то бросаете в беде? Какая беда? Ну, как же, у нас забарахлил мотороллер. Кстати, вы не разбираетесь. Ну, что же, надо помочь ровеснику, а? Спасибо. Смотрите, как это он всё делает. Всё сделаем. Только убирайтесь поскорее. Пуп убирается. Ну, куда денется человек? Это вас, кажется, не волнует? Майкл не обобщает. Что значит не обобщает? Я же на собственном примере. Ну, мы же почти ровесники. Ну, почему вот вы ни разу не зашли ко мне, к человеку, который заблуждается, с вашей точки зрения, чтобы помочь ему, покритиковать, дать взбучку? О, у нас ведь о такой мелочи, как человеческая душа, не думают. Некогда. Ну, о душе будет думать, наверное, следующий священник. Невежественный старик организовал секту, даже не знает, как она называется. И победил образованного богослова. Ну, бог с ним. Бог с ним, бог с ним. Но не победил ли он вас, дорогие мои? Подумайте об этом. Готово, можете ехать. Спасибо, мастер, спасибо. Спасибо. Надеюсь, мой муж не показался вам человеком без идеала. До встречи в городе. Я остаюсь. Так, одна? Нет, Филинер. Почему? Федя тоже остань. Ах, Федя. Ну, желаю удачи с Федей. Если говорить серьезно, то это и есть тот единственный принципиальный вопрос, который мы с Полей решали все лето и до сих пор решить не могли. В армии я работал на радиолокаторе и хочу учиться дальше. Ну, разве это плохо? Привет, потомка. Ведь я же не бегу. Я буду приезжать в отпуск. Но почему жить твои себя таким виноватым? Должно быть, потому что слишком много моих ровесников уезжает из деревни. Уж третий петухи. Только третий. Уже третий? Ну, вот что. Я подаю в зоотехнический. А после института обратно вернусь в опенки. Ну, чего испугались, дурачки? Чего спрятались? Я ведь знаю, что каждый день до утра в поле к моей провожаете. Так и бояться-то чего? А мы не боимся. Мы стесняемся. И стесняться нечего. Эти ведь еще рады ночи. Вы пока всю жизнь вспоминать будете. Поля. Что? Ничего. Поля, можно я тебя сейчас поцелую? Я лучше поеду домой. Ну, почему же лучше-то? Я ведь так хочу поцеловать тебя. Ну, прям хоть ложись да помирай. Это ты все выдумал. Другие парни говорили, что это так надо. Ты и поверил. А на самом деле... Что на самом деле? Я лучше поеду домой. Ты мой дорогой, мой милый голубчик. Впрочем, кому интересно, что сказала мне Поля и какое у меня при этом было лицо. Простите, я опять отвлекся. Ведь история-то еще не кончилась. Бегство отца Михаила Фидер ротовал в райком комсомола о крупной... Страсти улеглись и жизнь, казалось, вошла в свою обычную колею. Отошелся на коз. Тяжелели с каждым часом сержи и пшеницы, надвигалась уборка. Однажды появились на опенковских улицах городские парни и девчата с теодолитыми в руках и сказали, что через опенки пройдет газопровод. А между тем маленькие колесики упрямо продолжали крутиться вспять. И вскоре в деревне начались чудеса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что это за ансамбль песни и фляски? Тетка Кулина, что у вас свершилось? Тетка Кулина! Матвеевна! Тетя Ниц, что у вас случилось, а? Братец, ну что же, вот такой, чем послал, а меня оттой не послал. Молись, сестра. А может, ему не угодно молитву-то моя? Господи, ты бы похлопотал, братец, похлопоти, миленькая. Да не лукать, сестра. Бог не посылает своих милостей по блату. Одна ночь у тебя осталась, молись. Братец, молись. Господи, Господи, что же это такое? Всем послал, а мне убогой горбатой не послал. А может, у меня рак, а ты не послал. Ну пошли, огонек-то. Господи, ну пошли, пошли, огонек. Ну что, тебе жалко, что ли? Послал, ну слава тебе, Господи, ну то-то же. Ой. Что, дождались, а? Дурно смехи, богохульники. Чего дождались-то, бабушка Агафья? Чего дождались, завтра сами узнаете. Так я вот тебе сейчас и сказала, ой, слава тебе, Господи. Фокусы, что ли, они показывали друг другу? Странно что-то. На другой день была отличная погода. Колхоз начал уборку хлебов, а я отправился в Москву подавать документы в институт. Эх, шапенки мои, эх, деревня моя, Остаюсь я навеки. С тобой, эх, подружка моя, Не мог в такой день грянуть гром, да еще с ясного неба. Не мог, но, оказывается, грянул. Субтитры подогнал «Симон» Фитя! Что такое? Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают. 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 И в природе всё по-старому, а не по-новому идёт. А сегодня 17-е по-новому, а не по-старому. А по-старому, Снанч, какое? По-старому? 4-е августа. Четвёртая? Угу. Что же, стало быть, нам здесь 12 дней, он ещё маяться. Стало быть. Простите меня, сестрица. Покушилась я. А у меня не было ему. Это что ж твой братец-то выходит досрочно вознёсся? Так какая же будет ваша фамилия, гражданин? Бог знает. А может, ваша фамилия Филин? Бог знает. Слушайте, старичок, если бы вы знали, что не в одних семенных огурцах дело, вы бы не так разговаривали с представителем власти. Чемоданчик? Чемоданчик? Как и не узелить чемоданчиком? Он чуть палец не потерял, пока разыскал его. Соломе под застрехой прятался. Куда его поставили, там он и прятался. Ну вот, значит, узнаётесь? Вот они как чудеса-то делаются. Святой. Где-то я на палках. Настоящие чудеса только Бог творить может. А не что я Бог. Ничего, дед Пафнутий. Зато я сейчас чудеса творить начну. Вот вы, гражданин старец, верующим старушкам говорили, что в книгу жизни заглядывали. Так, я ведь тоже в этой книжке почитал. Ну-ка, ну-ка, пошути со старичком начальника. Вы меня не подъелбекивай. Не подъелбекивай гражданин, гражданин Маракушев. Мар... Маракушев? Маракушев? Ну да, Маракушев, Маракушев. Васька! Ну-ка, Васька. Васька, лошак. Ну как же я тебя... Как же я... Объявился, Васька. Маракушев, Васька. Объявился. Объявился, Васька, Маракушев. Так, значит, Василий Агаконович. Да чего душ тянуть? Записанного осталось. Да уж больно много тут всего записано-то. Прямо даже не верится. Ну вот. Что записано, то и читай. Бродяжничал. Симулировал потерю речи. Это что, немым прикидывался? Так, документы подделывал. По справкам числишься слепым. Да все на слепых путят перед лицом Всевышнего. Теперь вот конец света. Хулиганство выходит, дедушка. Так это не верно. Матрёне сон приснился. А обца стала умная. Ага, что. Балабуть всех вычела. Что Господь явился к Матрёне, сообщил, а вот от старца отвернулся. И пришлось. Как-то не хотела, пришлось вас гладить. Пришлось. А не, иди, иди, иди. И что, иди. Вон, Васька, Васька. Васька. Ты мне не открылся. Нет. А ты почему меня не признала? Ты и не признала. Так ты безбородый был, а теперь вон бородище. Молодой, красивый был, а теперь истаскался. Это старость называется. Матрёшка. Ты на себя-то посмотри. И ты не лучше. Не лучше. А только я скажу, я почему-то меня не признал. Я тебе скажу. Скажи, скажи, ты всегда лог был языком-то чесать. Потому что ты всю жизнь... Во! Деревяшкой был. Пробка от бутылки. Запиркой от двери. Почему же это я? Запирка от двери. Потому что ты в людях никогда не разбиралась. Настоящего человека от шелухи не могла отличить. Вот, выскочила за Алёшку-то воробья. А ко мне не пришла. А жила бы теперь вот в городе. Колбаску-ба. По ноткам с белой булочкой кушала. В телевизор бы любовалась. Ведь прождал, дядя, кикишки над враги. Всю ночь прождал. Ты пришла я. Шла я от тебя за залком, Ира. А почему же не дошла? Пожар в ту пору. Ну, конечно, не случилось. Вот я и вернулся. Да и незачем был на деревне-то бежать. Да раскулачили бы в деднях. В середняка-то. Да как же я середняк. Я и богатый был. Ты натуральный середняк был, Васька. И никто тебя и не собирался раскулачивать. Так ведь конюшню-то. Конюшню ведь это я поджег. Я. А меня за конюшню вроде салатин. Да не сгорела конюшня. Отстояли мы. Как не сгорела? Отстояли? Не сгорела, нет. Нет, не сгорела. Не сгорела, нет. Не может быть. Эх, Васька, Васька, всю жизнь по-напрасну пробегал. Господи, как может быть, что тебя не было? Кто же вознаградит меня за все мои мысли, за все мои горести, кроме тебя? Разве людям успеют? Матрюшка, кто, кроме него, вознаградит нас за все? Ты меня-то не приплетай, Василий. Меня-то за что ж вознаграждать? Я с Алексеем хорошо желаю. По колхозе мы почетные были. Сын у меня погиб. В смерти героидах мне пенсию назначили. Володя, внук из Москвы, на чай сахар шли. Вот видите, как выходит-то. Ведь это, понимаешь, недюжинная натура. Он артистом мог бы быть. Ну, или другой какой-нибудь след оставить. Выходит, значит, я аккуратный человек. И следов после себя не оставляю. Это точно. Вот за исключением вот этого вот. Скажи ты мне, Христо ради, шестнадцатый по-старому будет, а и нет. Что шестнадцатый? Свет представления. Конец света? Да ты мне скажи, разъясни, убогенькая я, горбатенькая, ничего не понимаю. По-моему, бабушка Агафьевна, не будет. Не будет? Нет. Вот что могут наделать маленькие колесики, если вовремя не обратить внимание, в какую сторону они вертятся. Могут сказать, что наши опенки — нетипичная деревня. Но пора отдать свое внимание и заботу и нетипичным деревням. Это я обращаюсь к вам, мои ровесники. Многое зависит от нас. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...